Доброе утро всем! Удачного дня! Что-то вообще спала, не спала сегодня. Жарко было! Жарко так, как в пензе. Как в аду! Чуть себе коленки не налила. Рис, котлета рыбной щеки и огурец. Даже не знаешь, с чего начать. Даже не знаешь, с чего начать. С кофе растворимого. Пойди на одну работу. Проработать акты, которые директор нарезал вчера. Не успела их сделать. Время 8 утра. А что еще делать? Так, цепочка на месте. Опять, опять. Конфеточки. Рафаэлочки. Простуду на губе, конечно, разнесло. Дай бог. Ну ты, блин, не знаю, что вам рассказать. Рассказать, на самом деле, есть много чего, а рассказать никак. Договорились вчера с фотографом, договаривались, с девочкой, с Татьяной, о том, чтобы, скажите, рис пересолила. Рис пересолила. Влюбляться, это больно. Знаете, что? Влюбляться, это страшно еще. Это страшно, капец как. Так, как кукла на голове. Сделать надо пойти эти 15 актов. Там какая-то фигня у нас с корпоративным номером. До 1 декабря надо было подтвердить личные данные владельца номера. Ну, я, естественно, там личный кабинет, номер на директора. Все сделали личные данные, подтвердили. Вчера мне опять говорит, что, типа, не прокатило. Как не прокатило, если это 1 декабря, бы уже отключили. Типа, надо еще раз подтвердить. И делать так. Потому что вот с этим будут ковыряться. Поработать сегодня стоит. Потому что в воскресенье куча дел. Девочки, фотографы написали. Давай пофоткаемся. Ведь сегодня у нее студийная съемка. Сегодня пофоткаться не получится. Получается, на завтра. Хотели в красном платье. Хотела в красном платье идти. Это вот мое пышное красное платье. Мы хотели в нем пофоткаться. Как только в нем идти, в этом красном платье по поселку еще. Пока неизвестно. Приятно. А, точно, пиро есть. Да я что-то про него забыла. Оно в холодильнике стоит, чем будет так. Сидим. Домбур сыпается. А на улице, когда темень темня, еще будет очень долго темно. Левчик уже в школу встал. Не знаю, что говорить. Не знаю, что говорить. Он просто не проснулась еще. Не знаю, что говорить. Обычно столько всего. Когда комментарии было почитать. Вот что? Он был почитать комментарии. Исходя из комментариев, ответить вам на вопросы. Блин, можешь почитать? Что написали? Да фиг вас знает. Непонятно, что вам тоже отвечать на эти вопросы, которые там вот не те же. Одни и те же вопросы задают. Девчонки спрашивают. Что-то я ей писала, что раньше не могла себе что-то позволить. Сейчас могу себе это позволить. Я тут же говорю, почему не могу себе позволить. Тут же вопрос, почему я не могла себе позволить. Последующая минута тоже рассказывается. Или даже перед этим рассказала. Не проснулась еще, не могу прийти в этот мир. Не зайти не могу до этого мира. Ой, до этого мира. Так и не вспомнила. Как хочется украсть себя у мира. Побудь со мной хоть несколько часов. Ковчегом мною уплывет квартира. Закроем дверь на ключ и на засол. Вот это вот стихотворение классное. И я вчера вспоминала, 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 вспоминала. Не смогла вспомнить последние два столбца. Это было просто глядя в телефон. Дальше там не замечаю. Утро или вечер. Не помню о заботах и делах. С задерненной шторой, музыкой, свечей. И наше тело, и наши тени вместе в зеркалах. Ой, такое стихотворение милота просто. Я его прочитала по разу. Не запомнила эти два столбца. Но там еще два. До сих пор не открывала, не смотрела. Типа там вознаградимость себя за разлуку. Вот какая-то вот такая. Короче, стихотворение для тех, кто в разлуке и скучает друг по другу. Напомним, да? Мы же в 21 веке. Считайте стихи. Это аудитория, манифон. Ой, манифон. Мавитон. Можно зачитать девушке песню Давы под гитарку. Вот это вот будка милла. А я хочу играть песню под гитару под твоим окном. А вы знаете, что в магазине можно вот так вот рафаэлки кушать? Знаю, нет? Ну, я об этом знала. Все здесь. Как я хлебу. Ну, как их нельзя есть? Они потрясающе. Восхитительно, изумительно. Но. Вы готовы, дети? Сушеная кокосовая стружка, растительные жиры, сахар, орехи, миндаля, сладкого. Сухое обезжиренное молоко, сухая молочная, сыворотка, мука, пшеничная, ритмуката. Тапиоковый крахмар, ароматизатор, эмульгатор, лецитин, соевый или подсолнечный, разраститель гидрокарбонатная, гидрокарбонатная, глютен, соевый, продукты переработки. 627 килокалорий. Производство Минск, Беларусь. Я там не только про фруксетки делаю, но еще и вкусные конфеты. девочка из минска я сейчас не веду одну конкретную сабола вчера дала обещание дала обещание больше не вспоминает лично старая старая жизнь так что давайте на этой торжественной ноте забываем неприятный жизненный отрезок и живем приятно доброе утро удачного дня хорошего настроения что камушка-то опухшись